Приветствую вас дорогие зрители, мы находимся на территории предприятия Станкоконструкция. Сегодня здесь пройдет встреча с руководством и коллективом завода и с кандидатом в мэры Леонидом Зюгановым. Подробности, как всегда, в нашем репортаже. Около 4000, конечно, большое количество воевало, но вот здесь фамилия 111 погибших. Надо сказать, что благодаря директору, бывшему теперь уже как бы и замдиректора всего объединения, до сих пор этот памятник, этот мемориал сохранен и видите в приличном состоянии. Каждое 9 мая здесь мы встречаем этот праздник и приходят даже те, кто уже прекратили поддерживать контакты производственные, приходят сюда 9 мая. Об этом писала, правда, Москвы неоднократно и до недавних пор, к сожалению, ушел из жизни. Но вот еще два года назад мы его также встречали, малолетний узник Освенцимов, он бывший сотрудник этого предприятия. Ну и я думаю, что сегодня мы, возлагая цветы и отдавая долг памяти погибшим, мы сегодня имеем право сказать, что если бы кто-то из руководства нашего города беспокоился о патриотическом воспитании. Мы вот прекрасно понимаем, что вот такие люди, как Евгений Александрович, которые делают все для того, чтобы не просто сохранить предприятие, а сохранить в первую очередь память. Вот, Евгений Александрович, я вам от всего депутатского корпуса жму вам руку. Я всем москвичам обещаю, что вся память, которая сохранилась в Москве, она не будет не просто вот с этими историями, где она там где-то за забором. Мы обязательно это осветим и всю память мы в обязательном порядке будем через все доступные СМИ рассказывать людям о том тяжелейшем периоде, с которым столкнулся наш народ в свое время, во время Великой Отечественной войны. И каждого префекта будем в обязательном порядке наказывать, кто будет предлагать такие идиотские инициативы. Завод Станкоконструкция был создан в 1932 году. В 1933 году был создан ИНИМС. ИНИМС – это та организация, которая разрабатывала все конструкции, только начало, так скажем, советской власти, все это. А завод – это то предприятие, которое могло их делать. Это самые передовые станки. Ну, забегая вперед, скажу, что завод Станкоконструкция в 1943 году первым предприятием из отрасли был награжден Орденом Ленина. Но напомню, Орден Ленина в то время – это высшая награда Советского государства за выпуск комплекса станков автоматических линий, которых раньше не было, которые по уровню были выше, чем мировые аналоги. И это 1943 год, хочу обратить внимание. Хочу исходить из тех условий, что за каждый миллиметр мы здесь должны платить. И каждый раз очень большие деньги. А людям, которые работают, нужно выплачивать зарплату. Поэтому приходится руководителю очень крутиться, поверьте мне. Поэтому и станки стоят не совсем так, как нужно было. Мы знаем, как это можно и нужно делать, но мы не можем это делать. Поэтому мне неудобно, я каждый раз извиняюсь, что в таких условиях мы вынуждены работать. Надо было, вот этот 10-й корпус, который сейчас, я не знаю, кому он, кто его купил, кому он принадлежит, планировалось там создать производство систем ЧПУ. ЧПУ и, ну, систему управления станками, все. Ну а сейчас, естественно, это было в конце 80-х, поэтому в 90-е все это разрушилось. И, естественно, все пошло. А в нулевые была попытка возродить? Нет, попытки не было. А кто будет возражать? Ну вот сейчас говорят, что не хватает операторов станков ЧПУ, например. В этом есть необходимость. Ну а дело в том, что я не знаю, насколько было здесь готово к производству. Но люди были в конце 80-х годов были и для производства, и для планирования, и для разработки программ. Там, так что программный у нас очень, отдел очень был, ну, большой. Вот все. Раньше на предприятии больше людей работало, нежели сейчас? Ну, у нас работало 2100 человек на заводе, ну и где-то примерно так же в институте. Потому что институт был всесоюзный. Так что 5000 лишним. Я правильно понимаю, что по направлению сюда люди приходили работать после ПТУ, после университета? По всякому баллу. Некоторые школы вот рядом, из ближайших домов. Родители работали здесь, и приходили сюда работать их дети. А расскажите просто развернуто о том, как вот Чубайс отчитался, чем он отчитался, и что вы производили? Просто более развернуто эту историю. Случайно. Мы выпускали точные линейки для станков с ЧПУ. Вот. И у нас именно специально для этого был сделан вот этот цех. Ну и там на подвале, ну где-то на третьем этаже ниже, третий, четвертый, я не помню сейчас. Вы можете спуститься, кстати, посмотреть, там, может, двери закрыты, потому что там склады сейчас. Вот. И там делали линейки, там была закрытая комната. Наносились линейки с точностью до нанотехнологий, как говорил Чубайс. И когда он показал эту линейку, что вот мы делаем, добились чего-то, ну я так подумал, ну у нас же выпускались. Правда, он не сказал, с какой точностью. Поэтому мне трудно было с ним спорить. Но я знаю, что здесь была точность до десятых долей микрона. А в какие годы производились такие точные линейки? В десятые годы. То есть, получается, Чубайс отчитался? В этом году цех уже отработал. То есть, получается, Чубайс там в десятых годах отчитался тем, что вы производили уже с восьмидесятых, подав это как инновацию? Я не знаю, что он имел в виду и какие линейки. Может быть, он для чего-то другого делал, поэтому он отчитался за то, что ему давали. Елена, каким образом можно сейчас повлиять на ситуацию? Может быть, чем-то помочь предприятию написать соответствующие запросы, исходя из того, что мы слышали, общаясь с рабочими? Наверное, сегодня сначала надо посмотреть в целом на ситуацию в станкостроении. Сегодня, увы, Россия не входит даже в топ-30 стран, которые занимаются станкостроением. Поэтому, конечно, в первую очередь мы должны говорить о приоритетах и на федеральном, и на региональном уровне, потому что сегодня, как мне кажется, мы видим очень нехорошую тенденцию, когда пытаются, грубо говоря, импортозаместиться, но не производить сегодня станки внутри, а с западной продукцией импортозаместиться на китайскую продукцию, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. И, собственно, на взгляд рабочих, в том числе работников завода, которые мы посетили, также, конечно, необходимо научное сотрудничество, конечно, все равно там те или иные станки, если мы говорим сегодня о станках, покупать необходимо, это подтверждают работники, но без своей развитой отрасли, ну, как бы нашей промышленности конец. Отрасль станкостроения для меня, она все-таки выглядит, видится вообще важнейшей с точки зрения развития промышленности. Именно, наверное, первые шаги промышленность со станкостроения всегда и делает. Чтобы организовать любое промышленное предприятие, в первую очередь, нужна правильная станочная линия и кадры, и хорошая инфраструктура. Вот тогда у промышленника не будет болеть голова за качество продукта. У меня есть предложение, друзья, давайте, вне зависимости от того, мы сейчас не привязываемся, я просто говорю, как человек, который здесь родился, жил и вырос, и который по-настоящему переживает за будущее станкостроение, Евгений Александрович, тогда подключайтесь, вот мы с Владимиром Романовичем, мы объединим усилия. Максимально, значит, проблему поднять, провести расследование, вообще понять, в каком находится все-таки состояние сейчас станкостроения. Плачево. И понять, что мы дальше будем с этим делать. Мне кажется, площадки у нас есть Госдума, Мосгордума, надо просто по максимуму использовать, поэтому давайте объединяться здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!